Всем привет! С вами Вака и Серега. Сегодня мы посетили Николаевскую милю, покажем как это прошло в общем мероприятие. Мы посетим ее, мы только просили. Короче, мы покажем как это все прошло на деле. Поснимаем как обычно репортаж, как мы это делаем, как мы это любим делать. Возьмем интервью у кого-то, кто согласен его дать, спросим как тренера к этому относятся, что они для себя решили, что они увидели. Также поговорим с атлетами, интересно будет узнать их мнение. Ну и все какое-то такое. Сегодня у нас 2 мая, так чисто, чтобы знали люди, а то блин скажем, когда это было никто не знает. Если будете смотреть это видео, пользуясь моментом рекламы, скажем, что 6 числа у нас будет Николаевский марафон полный. Над Соборной. Над Стройной улице, на Соборной. Поэтому, кто будет смотреть, приходите, участвуйте, записывайтесь, смотрите. Будет приятно нам вас увидеть. Обращайтесь к нам, если нас увидите также, пофоткаемся, поберем у вас интервью, может быть такое. Что еще сказать? Ну, по поводу мили сегодняшней, поприезжали скорее всего с Херсона люди, потому что незнакомые для нас ходят тут. Скажем так, представители разных городов. В первом случае это конечно же сам Херсон. Остальных мы еще пока не знаем, как бы не можем сказать больше. Народу не очень много, но надеемся соберется. Да, еще просто у нас время есть, так что нормально. Еще времени куча. В общем, мы не будем сейчас много говорить, так что будем сразу снимать уже, приступляя к съемочкам. Поэтому... Поехали! Веталь, у нас самый первый, у кого мы берем интервью. Что, ты готов вообще к забегу? Ну, как бы да, готов. На самом деле, я даже не знаю, как разминку делать. Я такой прихожу, у всех давай спрашиваю тебя, что делать. А ты вообще бежал хоть раз? Нет. Только разминку так бегал. Столько. Нас тоже хотели заставить, но мы что-то нас припахали снимать видосик, так что мы у тебя берем, типа, интервью до забега. Ты, если что, потом у нас после забега мы еще с тобой поговорим. Ну, я думаю, я смогу разговаривать, да. Думаю, поговорим. У тебя тактика есть какая-то вообще? Ну да, сначала бежать, а потом чуть-чуть набежать. Ну, сначала просто бежать, а потом скориться. Чуть-чуть это сколько? 500 метров, последних 500 метров. Мы поснимаем по-любому тебя. Да, отлично. Посмотрю на то, как не надо бегать. У тебя планы вообще на 400 есть в этом году? Ну да, хочу с 50. Ты там говорил 49. Ну, с 50, с 49. С 49, это же 49. Ну, мы будем молиться, чтобы ты так выступал нормально. Спасибо. Меня Сережа, Сережа наколдовал. Наколдовал. Сережа там сзади. Да, дай бог. Ох, кривляется. Ну, давай тогда удачи тебе там. Все, спасибо. Буду настраиваться. Ты же там порыгайся, а мы потом подойдем. Да, хорошо. Всем здорова. И с вами канал Вака. И у нас не очередной, а наш чемпион Тинькован Андрей. Андрюха, поздоровайся. Здравствуйте. В предыдущем интервью мы брали у Андрея на Николаевском кроссе. Напомню, кросс на своя лига вытрывалости. Андрей, как звали твоего соперника? Кондрашов Александр. Это у вас с ним не первая уже встреча? Да, это уже третья встреча. Он меня уже в третий раз обходит. Это признавать, как всегда. Все больнее и больнее. Ну, тем не менее, ты учишься на своих ошибках или как? Да. Андрей, тогда вы с Кондрашовым тоже, в принципе, хорошо поборолись на дистанции, но он тебя обошел. Почему здесь получилось так же самое? Ну, он, во-первых, старше меня. Во-вторых, у него опыта больше. Он занимается пять лет, как-никак. А я занимаюсь только сколько? Два года. Даже немного меньше. Но, тем не менее, как ты оцениваешь свои шансы в будущем? Я бы сказал, к нулю. Почему так? Ну, разве что. Только на Степеле у меня есть шанс поборолся. Вот на Степеле вот в том году, в этом году... В том году было второе место, в этом... А, нет, в том году бежал на первой дисквалификации. На этом году бежал второе, и дисквалификация тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С нами участник забега Аня, женского забега предпоследнего. Ань, твои мысли, впечатления? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думала, будет бежать легко, но оказалось, нет. Думала, смогу держаться за Надей. И как уже с Надей я второй, нет, третий раз бегу. Но было трудно. Сначала подержалась, а потом все. Маленькая ремарочка. Аня и Тинькован тренируются у одного тренера. У нас сегодня Андрей давал нам интервью. Он сказал, что он тоже третий раз проиграл парню. Ну, как его? Я не третий раз проиграла, я второй. Из трех? Да. Я второй раз бежала, когда в Одессе мы бежали, то получается так, что наоборот я выиграла. Как думаешь, в чем причина отставания на дистанции? У меня опять болит икроножная. И еще пошла сильная нагрузка на стопу. И я бежала, я терпела всю эту дистанцию, боль в ноге. И получается, что ну не смогла, чуть не дотерпела. Так бы, ну хотя бы где-то метров пятьдесят могла где-то так. Может, стоило сойти было с дистанции и поберечь? Нет. Если уже встал на дорожку, пути назад нет. Вообще. Это такое моё мощное слово просто было? Нормально, классно. Какие ты для себя, в принципе, можешь выводы в будущее сделать? А что, работу над ошибками какую-то проведешь, может быть? Работаю над ошибками. Больше и дело от того, что было вчера. И еще работать, работать, еще раз работать. Оказавшись перед третером, что скажешь? Владимир Игнатьевич, я буду стараться. Простите меня за все, пожалуйста. Спасибо за интервью. С нами представитель Херсонской области. Представься, пожалуйста. Кишиня Виктория. Вика, как тебе дистанция, как тебе вообще? Тяжело бежать, жарко очень. Из-за погоды? Да. Вообще невыносимая резина черная, солнце сильное тянет. Какое это твое соревнование по счету? В принципе. Я не знаю. Давай возьмем в этом году. В этом? Где-то седьмое. А какое у тебя направление в легкоатлетике? Длинные дистанции. Ну, средние. Полтора, двойка. Можешь какие-то выделить любимые среди них? Двойка. Нестандартная дистанция. А почему? Не знаю. Как-то легче бежится, легче всего. У нас отмечалось много. И двойка со стипелями, двойка простая и полторушка. Просто обычная двойка. Кросс, да, в лесу. Я понял. Как тебе вообще обстановка на соревнованиях? Как участники? Очень мало соперников было. Пять человек в забеге. У нас в Херсоне больше. Ну, Херсон центр мира. Да нет. Ну, как твои настроения, в принципе? Что ты можешь отметить такое, запоминающиеся на этих соревнованиях для себя? Ну, первый раз бежала Милю. Было интересно. Дистанция тоже нестандартная. Ну, ты к нам еще вернешься на Милю? На Милю? Ну, а просто, может быть, вернешься? На Милю в следующем году, да. А просто нет. А чего? Потому что я довучилась в 11 класс, и потом буду учиться в Польше. Ну, да, мы пожелаем тебе удачи в твоих начинаниях, и спасибо за интервью. Спасибо. Как у Дудя. Вот я всегда мечтал к нему на интервью попасть. Представь. А что? Сколько ты заработал за эту дистанцию? Сколько ты выходил для щей от тренера? Нет. На самом деле, тренера сказали, что молодцы. Но в отличие от Инкована, я зря сделал, что не послушал тренера. Я сделал по-своему. Мне сказали за 500 метров ускоряться. Но я немножко застал, потому что мне было тяжело дышать. Я ускорился гораздо позже, чем надо было. И это сказалось на результаты, на самочувствие. Я мог бы еще добавлять, если бы было куда, но дистанция закончилась, увы. А как тебе, в принципе, сам забег? Блин, ну, хороший, хороший. Там я даже не последний. Но на самом деле, начало очень сложное, а потом как-то вливаешься после второго круга. Я напоминаю, все, надо было бежать четыре круга. Вот. Я пробежал два, и мне стало хорошо. Хорошо на сколько? Хорошо на то, что я аж почувствовал второе дыхание. Или что, я не знаю. И у меня аж было желание, аж было натхнение бежать. В конце последних 150 метров я даже рубился с теплом. Слава Богу. Бог дал силу, обогнал. Хорошо. А у нас рубрика, спросим третье лицо. Тинькован, иди сюда. Здрасте. Здрасте. Как третье лицо у Андрея Тинькован, мы уже у него брали интервью. Андрей, как ты отметишь его? Ну, он бежал очень хорошо. Конечно, он бегает по меньшей дистанции, поэтому, понятное дело, ему было сложно ее бежать. Ну, очень хорошо бежал, молодец. Спасибо. Хорошо. Все. С нами Екатерина. Екатерина, ты у нас кто? Спортсмен. Какого направления? Шестовичка. Шестовичка. Я прыгаю в высоту. Я прыгаю в шестом. Высоту? Высоту. Катя, как тебе сегодняшние соревнования? Мне понравилось. Как тебе участники? Все молодцы. Что скажешь за дудников? Что? Дудник, молоток. Десятый. Какие впечатления, в принципе? Я вообще люблю соревнования. Интересно понаблюдать за спортсменами. Что-нибудь пожелаешь им? Да. Силы, воли, терпение, здоровье. Без здоровья спортсмен не спортсмен. А еще, дети, никогда не сходите на первую дорожку. Вас очень прошу. Это было очень тонкое западмещение. Спасибо, Катя. Спасибо. С нами Касюга Дарья, участник сегодняшней Николаевской мили. Дашка, как тебе соревнования, как тебе дистанция? Очень прикольно, весело и хорошо. Как раз потренировала, выносилась. Ты же пришла первая среди дистанции. Ну да. Как считаешь, чья это за слово? Тренера твоя? Тренера. Все-таки тренера? Да. Как тренер сказал? Молодец, продержалась. Правда не так, как надо. Ну почему? Какие-то ошибки были допущены? Ну, он мне сказал держаться за кем-то. А я побежала сама по себе, потому что я видела, что девушка уже, ну, вздыхала. По чуть-чуть вставила. Ну, тем не менее, твои усилия и старания принесли тебе сегодня что у нас? Золотая медаль. Спасибо, Дашка. Мы надеемся увидеть вас в следующих соревнованиях. Удачи, успехов. Спасибо. Антолий Иванович, по поводу сегодняшних соревнований, какая была основная цель? Ну, основная цель это показать, что Николаевская милия это очень интересные соревнования и свидетельствует тому, что приехали гости из других областей. И даже участвовали в нас представители Голландии. Это однозначная заслуга. По поводу соперничества, по поводу участников, какие будут ваши комментарии? Да, соревнования эти открывают новые имена. И вот в каждой возрастной категории мы видели, что были, скажем так, неожиданные победы тех ребят, на которых не надеялись специалисты. И они показали приличные результаты. И еще то, что люди, которые специализируются на 400 метров в спринте, они тоже бежали эту милю. И как тренировочный процесс это для них очень хорошо. Скажем, порадовали результатами также Саша Олени, которая уверенно выиграла. Хотя она работает тренером и тренировки для нее уже сейчас как хобби, а не основной вид. По поводу грядущих соревнований, грядущих каких-то событий, вы могли бы рекламировать или сказать нашим зрителям обратиться? Ну буквально завтра мы проводим традиционные эстафеты среди учебных заведений. И завтра здесь больше тысячи учащихся будут соревноваться в весенней эстафете, которая уже традиционно проводится из года в год. Ну и 6 мая это Николаевский полумарафон, который собирает сотни и, надеемся, что больше тысячи участников будет. Потом 12 апреля это Олимпийский день бега. Так что май очень насыщенный легкодистскими соревнованиями. Ну и в заключение такое, чего бы вы хотели пожелать будущим нашим атлетам, да и в принципе всем любителям спорта? Ну, чтобы у нас Николаевский спорт был на высоте, и мы надеемся, что на Олимпийских играх, как всегда, будут представители Николаевской области. Ну и будем надеяться, что это будет не только в прыжки в высоту, а возможно и в спринте или в других видах программы. И так же хотелось, чтобы побольше занималась легкой атлетикой. Вот Николаевский полумарафон стимулирует людей заниматься оздоровительным бегом. Мы видим, сколько появилось людей, которые бегают для здоровья и удовольствия. Спасибо вам большое. Благодарен за это интервью. Это уже я буду. Итак, внезапно мы нашли участника награждения. Представьтесь, пожалуйста. Я Рец Владимир Николаевич. Работаю руководителем физического воспитания в колледже транспортной инфраструктуры. Работаю в колледже уже 39 лет. Являюсь мастером спорта по легкой атлетике и мастером спорта по пожарно-прикладному. Расскажите про свою судьбу мастера спорта. Как вы этим добивались? Ну, вы знаете, легкая атлетика – это очень тяжелый вид спорта. И поэтому не каждый выдерживает то напряжение, которое происходит за многие годы, которые человек тренируется. У меня иногда доходили тренировки до трех тренировок каждый день в неделю. То есть 18 тренировок. Это очень большая нагрузка, большое напряжение. Ну, а как? Человек, который хочет, он всегда может достичь того и достигнет тех прогрессов, которые он всегда мечтает о них. Поэтому я остался в легкой атлетике и, помимо легкой атлетики, параллельно занимался еще пожарно-прикладным спортом. Сегодня у нас, в принципе, турнир для стаеров, а вы, как представитель спирнтерского класса легкой атлетики, как вы реагируете на стаеров, как вы можете отмечать их усилия? Вы знаете, мы жили в тот период времени, когда не было стаеров, не было прыгунов, а была одна единая команда сборной легкой атлетики Николаевской области. Поэтому я уже очень много лет присутствую на этих соревнованиях и считаю, что это не зазорно, если я спринтер и я награждаю сегодня тех людей, с которыми я когда-то бегал в 70-х годах. Ну и в конце хотелось бы какие-нибудь пожелания будущим поколениям, спортсменам на сегодня, на завтра, да и вообще как от человека, который в спорте уже не довольно долгое время. Что вы можете сказать спортсменам? Вы знаете, я всегда одно-единственное говорю спортсменам, чтобы если взялся за это дело, работай, работай, работай и только в труде можно достичь определенных тех результатов, которые выведут тебя, ну пускай не на самую высокую вершину в спорте, но ты будешь от спорта получать удовольствие. Вот так и завершилась Николаевская миля. Я надеюсь, мы ничего не упустили и сняли для вас действительно хорошее видео. Так что не забываем ставить лайки за наши старания и подписываться на канал, чтобы не пропустить подобные видеоролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Как ты отметишь борьбу на дистанции? Как соперников отметишь? Пойдем, есть тортик. Не знаю там, на речку может. Я не про это говорю, как ты соперников отметила бы. Ааа, не знаю. Сразу тортик. Я такую шутку придумал классно. У нас интервью для журнала Playboy и с нас в гостях стриптизер Дудник. Дудник. Убираем ограничения. А что наши три топовых лет пожелали бы будущим поколениям или будущим соревнованиям? Ну, я бы пожелал... Ребята, всегда будьте хорошим женам. Всегда. Не будьте лучшим женам. Я пожелал бы упорства будущим поколениям, сил их тренерам. Желание тренерам в наше время это актуальная тема для обсуждения. Ну, и если сочетать желание и труд, то тогда будут хорошие результаты. И наша сборная Украины будет показывать высокие результаты на Олимпиадах и на прочих соревнованиях. Виталька. Это прям как... Это просто. Да, да. Это прям как президент сказал. Президент. Дудник. Подписчики, ставим лайки. Я проверю.